сейчас будем начинать уже варганить пирог шарлотка шарлотка надо нарезать яблоки вот так на 4 части это не мясо непосредственно надо вот эти все яблоки почистить вот так нет не помню а это идет туда во внутрь тесто а это будет наверх да много не будем они кисловатые сколько я вот это 2 3 яблочка берем три яйца берем три яйца смысл и форма 3 яйца 200 грамм сахара очень просто шарлотка мы короче варганим шарлотку до с яблоками 200 грамм щепотку это где-то я был пятую часть ложки большой столовой у меня щепотка это вот так взял и врачи фото а что ты делаешь венчиком можно блендером и тогда перед перед перцы кипят нет это я просто показываю ребятам перцы кипят ты это отвлекаю наверно да или ты закончила уже с венчиком работ ну да надо посолить как закипели а как ты солишь уже нельзя мешать да просто поверх потом расшелом так потом берем 200 грамм на дашь надо берет чуть побольше а мука какая высший сорт первый сорт вообще какая аукстака аукстака высший но говорят что недавно тоже слышала такое мнение что мука высшего сорта не полезна для организма надо брать но грубый более полезен для желудка до ты наш приверженец гру группового хлеба грубой макинга но мне тоже нравится если не по там уже а где вашу ты будешь это все заливать я подготовил бы я была уксусу дачу а что значит погасим она что загорается что ли или что или начинает кипеть это быстро тисто поднимается когда на кашу вот я всегда вот это выражение погасить соды щелочкой кислотой по моему раньше от изжоги соды с уксусом или что такое я помню ну я не пил это ни разу знаю что люди как-то там если жога что-то там или язва сону трасса не помочь ведь уксусом ну нет ни такого не а вот 99 процентов по моему соду в одну воду я я не знаю как это там пили именно получалось шипучка такая типа сметаны тоже сюда надо целую пачку ой видите тут даже в эту самую тесто сметана добавляют можно сливки и на сметану чтобы кисло было вот даже я шарю чтобы кислая среда была такое довольно такое плотное получается и не поднимется за счет вот этой сметаны ну я добавляет какой-то кефир я вот видела кефир это не пробовал кефир еще и вот теперь нам нужно добавить до яблочко само тесто нарезанные кубиками который ты нарежешь хорошо сейчас я нарежу давай мне кстати вот я же срежу кубиками достаточно такая вкусная антоновка не совсем не особо кислая такая кисло-сладкая я помню дима был маленький и мы только вводили питание какие-то да пюрешки овощи и зубки и вот наша семейная бабушка сказала что надо вводить антоновку она менее аллергичная я помню как слушай что дальше делать с яблоками порезал яблочки ну а с этими что еще делать можно и так скушать да ладно ничего кусочки что-то подавишься что-ли так дальше яблочки берем яблочки нарезаем опять 4 части и потом яблочки нарезаем вот такими дурками длинными надо очень тонким или мясо не обязательно тонким как можно тоньше да ну не как можно тоньше ну примерно вот такими ясно это для ну сверху чтобы положить украсить и сколько таких ну три яблочка почистить вот это ты одно делаешь еще два да да ну все я понял давай я почищу порежу порежу как картошку со мной соломкой режем да да как картошку говорю соломкой режем для ларки ой для гарки ну не совсем соломкой это дольки ну дольками я говорю что ну картошку мою режем соломкой это дольки все и саполи сливочного масла купить ну ладно а зачем ну чтобы форму смазать растительный масло сливочным маслом ну ладно вот форма моя так что нам еще нужно корицы с сахаром и омолом кушать и и и лист сушить сушить Соня, стрим не снимаем, но сестра приедет, без стрима, на завтрак, да? Она как сушит, ладно. Высыпаем зеленью сюда, укропчик замороженный и петрушечку. Я еще добавила ваврушку и еще смесь сухих смес, то есть вообще экспромт. А это что у нас? Манка. Еще и манку надо добавлять? Ну, это форму немножко присыпать, чтобы она не погорела. Так, 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 форму поставим, греется, прогреем. А когда надо будет это самое наливать? Сейчас, форму погреете, смажете. Уже сестра приедет. Заходите. Джуза, Джуза. Его никто не замечает, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас снимаю. У нас идет цикл, съемка. Чао. Чао. Ты чего? Джуза, а что ты разошелся? А? 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 Так, тогда мы сейчас взяли овощечки для вам. А мама, орех уже... Да? Не надо. Нет, нет, там вешалка. Вон есть, есть вешалка, желтая, да. Держи. Так, мы сейчас тут пирог доделываем. Перцы Наташа делает. А перцами пахнет. А? Перцами пахнет. Ну, да. Они уже там фигячатся. Ну, вовремя, да? Ну, да, я говорю, очень вовремя. Ну, да, я говорю, очень вовремя. Ну, да. Надо сейчас наливать уже. Подожди, еще нет. Нет? Не нагрелась? Учись резать яблоки, да. А это что такое? А это икорки вам. А где вы достали икру? А если икона дала мне, а я у нее на день рождения, у Дианы, как ее наелась уже, что я даже не ел. Оролан. Табуреточку достань. А это чеснок, Силайла сама выращивала. Да. Спасибо. Нам тут уже чеснока тоже так все надавали. Спасибо. Нет. Тут уже Ирка мне дала. Спасибо. Лимон, икра. И яблоки. Олег вчера тоже со своей коллегой. Она ему дала. Какие яблоки? Антоновские, потом и такие яблоки. А чего? Пироги печь. Пироги печь. Пироги печь. Мы печем. Вы на машине, да? Где машину поставили совсем? Сказал. Ты мне один раз сказал, я напомнила. Ну, да. Пока еще можно. А это ты по-новому рецепту? Я вот в интернете вычисла вот когда так вот яблоки перемешиваю. Не, она давно жива. Всю жизнь. Вот так вот прикольно. Не просто яблоки нанесла, вот чтобы он весь. Я всегда всю жизнь так делаю. А я даже там вот, ну, отметила там. У меня есть ссылка вот, да? Присаживайся. Я всегда так делаю. Я никогда нечего. Я вот сейчас вот все делаю буквально на глаз. Сейчас вы закончите съемку. Я снимаю, как это, как она делает. Перс уже снял, сейчас снимаю эти. И перцы на гусеньках на глаз. Нужна большая ложка. Дайте Роланду ложку. Он хочет икры, я знаю. Уж масла у меня нет, не выкается. Я зашла купить масла. Я ночью съем, в темноте. У Дианы было день рождения. Мы тут на неделе заезжали. Вот чё она такая липкая? У нас она племянница твоей годик. 21. Нет, я беру ролика. Не племянница внучка. В декабре будет год. В декабре. Я думала, что уже будет. Не, а Илона стол накрыла. Она же не племянница. Диана у тебя племянница. А внучка. Девочка-довночка. Да. Икрафты такая, и ложка в ней. Да. У Дианы сколько, 21? Да. Круто. Ну ясно. И я картошечка. И корочка. А Роланде был на работе? Я тоже. Тоже шик? А это Диана покупала там у них на работе. Короче, пол литра, 22 евро. Она в такой банке, знаешь, такой, который так вот защебливается. Да, да, да. И она мне с собой еще дала. А что, я-то ее уже там наела. Думаю, у вас тоже надо побаловать. Ну да. Надо будет там и вам тоже отсыпать этих наших консерваций. Сейчас Сашки отсыпали. Прям отсыпали? Меня отсыпали? Так. Выдавали. Я вчера там в машине менял себе это. Теперь у меня все работает. Улитку эту. Ну все работает. Порвался шлейф. А мне уже 22-го техосмотр. Вот чинил. Но сделал с Сашкой. Не, ну там ерунда. Там надо было просто вдвоем. Надо дополнительную руку держать там надо. Вот ты мне скажешь потом этот рецепт? Вот. А сколько тут яиц? Ты ем? Здесь. На канале. Все там будет. Чуть-чуть соль. Заходи на канал и все будет. 200 грамм сахара. 200 грамм муки. Сода, гашеный ольсуса. Ну и сметанку я добавляю. Мне вот нравится, когда такой пирог, когда яблоки везде там. Внутри. А не просто. Это уже на твое усмотрение. Как ты хочешь. Именно на дно положить. Ну да. Я раньше сделала на дно. Все. Как все. И теперь ты вот эти яблочки наверх положишь? Да. Сразу? Да. Ну я думаю, хватит. Что ты говоришь, что не хватит? Все. Тут даже много. Нормально. А куда их девать эти яблоки? Нет. Я говорю, ты говоришь, не хватит. Мне кажется, хватит. А. Ты так выкладываешь? Красиво. Все? Ну конечно. А даже дома? Нет. Даже на день рождения поехала. Даже на день рождения поехала. Как у Насты дела? На удаленке. На удаленке? Да. Они эту неделю на удаленке были. А теперь, а скоро же через неделю уже на каникулы? Ну да. Я думаю, наверное, их продлят до каникул. Или потом после каникул не вернутся? Наоборот. Говорят, что не вернутся. Говорят, что не вернутся. Нет. Не первый раз уже слышат такое. Да? Ну ладно. У нас сейчас до шестого класса учатся или до седьмого. Только старший класс мы даже учили. У каждой школы свою модель обучения. У нас, видишь, у нас и так директор все, что делал, все мог. Он там их изолировал. Там шесть входов разные. Но у нас один класс ушел на ковид. Был ковид. Второй класс ушел тоже был ковид. Тоже ковид поймали? И заболели. Короче, у нас в итоге закрылись четыре класса. И потом уже, да, уже отправили на удаленку. Но потом вроде бы будет так. План Б. Типа там, три дня в школе, два дома или наоборот. Ну, планируется. А как получится? Не знаю. План Б. План А. Да. Вот план А был что очно. План Б. Вот частично. Ну, Настя тащит. Ей нравится. На удаленке? Угу. Мало кому нравится, по-моему, из детей. Она тут на глазки поехала в город, в кафе, с компьютерами. Делают уроки себе, знаешь. Ну, понятно. Уроки, типа они в школе, типа гарантин. А, еще сахаром посыпаешь. Нет, у них же не гарантин, у них удаленка. Это две большие ранки. Еще сахаром посыпаешь, да? Да. Они немножко кисловато. Ну, да. Устана. Корица. И корицу, да? Да. И все. А лимон зачем? Яшку. А, это Лена принесла. Кто вырастил? Нет, это Ирина там отдавала. У нее киоск закрывался, она притащила. Киоск закрывался, в смысле? Ну, на ремонт, где она работает. Все. Вот такой он в виде сырой. Сколько минут надо его? Не знаю до готовности, я протыкаю вилочку, ой, не вилочка, а шпажки. Ну, 20 минут, 30-40, сколько? Ну, больше полчаса. И в духовку. Все, и ждем. А с перцами что у нас? Душится. Это было для съемки. А где теперь готовы вытаскивать? Готовы чуть-чуть. Промотали. Чик-чик. Ну, что, ребята, теперь ждем. Ждем готовой продукции. Покажем, как это будет выглядеть. Не убегайте. Ну, вот, ребята, перцы уже готовы. Уже пошла раскладка. Это ролл, да? Или нет? Вот это ролл. Вот так выглядят перцы. Мне один. Да? Один тут? Да, да, да. Аровна, тебе сколько перцев? Три? Вот. Иди сюда. А пирог еще там где-то? Ну, я уже выключила его. Он уже готов тоже? Да. Ты сколько будешь? Один или два. Один или два. О! О! Можно за столик, да? Поехать. Поехать. Поедим перцы, я больше не хочу его делать. Хватит. Хватит. Польются. Угу. И джуста хочет тоже перца, да? Ты хочешь перца? У меня дружок. Надо какого-нибудь друга завести. Хомячка или что-либо. Он с нами дружит. А тебе чего наложила? О, красота. А куда ты за фаршем ходила? А я побежала за фаршем. Это, конечно, не уйдет. Так что вот так, ребята, приятного аппетита. Выдавливаем. Будем кушать, потом покажем пирог. Выдавливаем. А какой ты покупаешь фарш? Друг. Дружка, кто тут? Иди сюда. Это Даша, моя дружка. Он же уже живет здесь чуть-чуть ладит. Что такое? Кто там джуста? И когда он к нему переду, он лает, да? Когда задом, тогда он не лает. Ну, показывай пирог. Ну вот. Еще и переворачивать надо. Да. Все. Получилось. Все. А тут смешно. Ура! Ура! Мастерство! Мы сделали пирог. Очень красивый. А еще и вкусный. Ну вот, вот так получается. Красавчик. Все. Вот так мы на быструю руку с Наташей. На быструю руку? Наташи на ручки. На быструю Наташу на ручки. Очумелые. Приготовили перцы и пирожок. Так что, ребята, заходите в гости, повторяйте за нами. И будет вам вкусно. И будет очень вкусно. Все. Пока. Удачи. Берегите себя. Своих близких.